Так, ну что, растачиваем еще тут диски, один вот уже проточили, диски уже тоненькие, с этой стороны вообще минимальный съем сделал, даже маленькая бороздка вот осталась, ну ничего страшного, пока пойдет. Надо новую, конечно, заказывать, это уже фигня. Ну и сейчас вот второй расточим, выработка, видите какая гигантская. Здесь волнами решила все-таки проточить. Конечно, они уже, я думаю, даже и не в допуске, кстати, мне лекарственным треснут, где-то грязь, как будто трещина, это будет тогда фиаско, надо будет туда, да нет, трещина. В общем, устанавливаем, здесь еще у нас все нам повезло, диски у них привалочная плоскость, поступится вот это вот, не внутреннее, как вот обычно на всех дисках, на жигулях, допустим, вот эта часть, да, у них идет как бы это. Хотя здесь тоже она, наверное, идет за одну установку проточить, можно, в принципе, по ней откатываться, по этой плоскости. Ну сейчас вот, в общем, чистим. Но я откатывался прямо вот по этому, грубо говоря, вот по этой плоскости я откатывался. Почему по этой? Ну, как бы она работала, все равно она, думаю, в один уже этот. Ну, сейчас попробуем все-таки вот здесь мы откататься, по внутренней вот этой части. Сейчас хорошо вот очистим ее. Ну и здесь вот. Я не на разжим, а просто в кулачки зажимаю, и все. Там хватает как раз сложаться. Мы, кстати, на 120-летнем уже протачивали. Примерно так же нормально у нас все получилось, ничего не било, все четко. Ладно, все, давайте установим, сейчас покажем. Ну, тут опять, наверное, соток. Получили, не стало я откатываться по внутренней, до первых не залезу. А во-вторых, нормально все. Патрон я проверял, он у меня нормально по плоскости. Ну, пять соток, это ерунда. Я думаю, будет все нормально. Ну и с другой стороны даже не должно ничего здесь, и даже испортится, но эти диски уже на выброс. Поэтому я особо тут не буду к ним. Заодно и посмотрим, когда поставим их на машину, как они будут, будут долбить или нет. Так, протачиваю таким выходным резцом, и отрезным, ту сторону обратную делал отрезной, вот такое. Отрезным эту сторону. Вот, нету наливых резцов. Приходится так вот. Ну, и здесь вот. Сейчас надо сперва на краски снять. Так, убрать вишки-то, здорово-ско. Так, растачиваю на... Получается... Что-то у нас... 1600-125 оборотов. И подача. Получается 0,07. 0,07. Все, подойдем. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 О, горячая езжай. Чай будет. Все, давай рисовать шаром. Я уже думал нагреть газом и попробовать. Сложим маслицем. В принципе они зубчики. Они натяг, по идее, дают получается. Хотя если бы нагреть саму маленько эту сошку, я думаю она бы легче пошла. Так, вот такой вот у нас. Вот этот. Так, вот я маленько набил ее. Чуть-чуть еще туда надо. Попробовать присынуть. Так, в тисках хоть немножко. Может что получится. Хотя нагреть. Фига узнаем, вдруг пойдет. Перекос пошел. Перекос. Перекос пошел. Перекос пошел. Так. Перекос пошел. Перекос пошел. Так, вот так. Как раз туда направление ударов получается. В тисках одни выворачивают. Так. Теперь надо вот так вот. Неразна отставить. Занась, что? Туда гаечку что ли накрутить. Дай-ка гайку я прикручу. То есть бал очень мелкой, а не напопаю. И хорошо лупанем поди. Вроде бы как-то это. Что-то получается. По-моему, пара ударами не отделаешься. Короче, будем их лупить. Они сейчас там напишутся, что надо это. На прессина. Клодок у нас не такая. Ну, все. Первая шаровая беда. Не совсем что-то как-то удачно. Даже мы ее выбивали один раз, честно скажу. Но все равно. Она вот заходит здесь вроде ровно. Все под лицо. Отсюда смотришь, но сейчас уже не видно. Тут мазуты налепили. Но я, в принципе, понял из-за чего. Там фаска. И с той стороны, кажется, она не прилегла до конца. Но хотя, блин, должно уже всяко. Били-лупили. Конечно, все-таки нет. Надо пресс. А с другой стороны, и этот способ работает. Шаровую набили. Смазочкой свежей. Сейчас воздух с ней еще выпустить маленько. Хотя, пусть он там будет, да? Пыльник не лопнет, когда это. Прижмется. О, надувается. Немножко выпустить. А там мазуты много. Это переборщили. Ну ладно, все, короче. Будем завтрак собирать уже ее. Все, на место все эти дела. Мазутные, все честно, уже замучились. Ну что, давайте. Теперь установим все на место. Шаровую мы заменили. Единственное, что-то она какая-то слабоватая стала. Не знаю почему. Ну, то ли помазалась. Ну, будем надеяться, что ходить будет. Ну, не будет ничего страшного. Поменяем на другую. Так. Че-то, в принципе-то. Че-то такого нету. Так, надо шрусиками, наверное, помазать конус, да? Нигра фиточкой. Устанавливаем верхний рычаг, можно заменить. Да, там, ну, не. Собираем подшип. Так, пока так нанесли. Так. Вот шумничек. Там, что вылезет, это не страшно. Сейчас маленько сверху и сальничек. Так, на сальничке я хочу еще пружинку укоротить немножко. Потому что сальники бэушные. Ну, не новые. Немножко можно подтянуть на них. В принципе, но и неплохие они тоже. Желательно нужно не намазать к ребенку, а поясную его. Они так и были немножко тортели. Так, ну все, на стороне собрано. Ну, сейчас, в принципе, ставим, чтобы это уже на место. Уже все предварительно мы собрали. Еще что-то? Сальник, что не идет. Да нет. Ну, все. Так. Ну, и сейчас сюда наталкиваем тоже. Вступиться с шприцом-то, чем и хорошо. Ну, и ставим второй подшипник. Затягиваем. Я затягиваю до упора. Тут, хотя этим ключом-то особо начинает туговато как покрутиться. Вообще, надо регулировать их с колесом. По колесу люк смотрите. Так это, в принципе, приблизительно. Ну, я пока вот так оставлю. Мне, по-моему, будет нормально. Можно, конечно, их ослабить. Потуже немножко надо. И ослабляетесь чуть-чуть вот так. Все, вот так больше будет. Нормально. Так, где этот датчик АБС-ки? Контакт. Ну, все. Триханули ему, можно сказать, передок. Хотя тут триханули это слово громкое. Ну, тем не менее, ни верхняя сейчас не болтается, ни продольная шаровая. С другой стороны виски-то проточили. Сейчас все пофиньшую. Осталось поставить. Только колеса нам. Так, ну что, давай. Ставим колеса на место и опущаем. Посмотрим, как он получается стоять на колесах. Так, короче, мы еще решили тут проверить биение у нас. Как? Внимаем на требованиях наших проточенных дисков. Вообще, есть почти, наверное, десятка будет. Тут трудно, конечно, еще соревновать. Стойка-то у нас, видите, какая сварочная. Меньше десятки. Херня, думаю, нормально. Ничего страшного. Ничего страшного. А-а-а! 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 Ух-та, нет. Виляет, ничего? Нет. Снимаем. Снимаем. Во! Колесо даже ровно встало. В принципе, даже у него развал-то, я думаю, не надо регулировать. Но это стояло ровно, в принципе. Вон-то было завалено. Сейчас надо чуть-чуть его вперед прокатить, он встанет на место. Ну все, вот тряханули мы передок, подвеску. Ну, в следующей части займемся уже задней частью. Ну, там, конечно, работы поменьше, но тоже много. Надо будет также разобрать ступицы. Гранаты трогать не буду я. Смысла нет, будники, хоть они там и порепанные, но лучше их не трогать. Я вам точно говорю. У них там еще есть и родная смазка, у них там жидкая, граната. Так что лучше пусть она там остается. Перед, в принципе, что? Поменяли мы, получается, верхние рычаги, колодки. Там проточили барабаны. Ну, как бы даже приподнялся передок. Заменили шаровую на с этой стороны, справа. Что мы еще сделали? Шеменчик на наконечнике заменили. А, ну, поджимники помыли. Нормально мы так сделали. Ну, в принципе, видео вы сами это видели. Вот такое вот было видео. Заходите в плейлисты. Плейлист Mercedes 126 есть именно про него. Кому интересно, что мы вообще с ним делали, как мы брали, где его. Зайдите, посмотрите. Также другие плейлисты на моем канале. Ну, а на этом давайте, как говорится. Всем спасибо за внимание. И до свидания.